Здравствуйте! В эфире итоги недели по версии журналистов 10 канала. С вами Татьяна Бебенова. Смотрите в центре внимания на этой неделе. Город против энергетиков. Кому на самом деле сказать спасибо за тепло в квартире? И почему саранские специалисты уехали спасать от холодов Пензу, оставив родной город замерзать? Ответы знаем только мы. Почему все так дорого? Месяц назад Владимир Волков велел снизить цены на продукты в Тенгушеве до среднемордовского уровня. Кто долгие годы зарабатывал на жителях самого далекого района? И когда все это закончится? Кремлевская таблетка. В Саранске начали выпускать антибиотик, который Путина видел. Что такое ванкомицин и кого он вылечит? Взятки гладкие. Самая большая школа Саранска в центре скандала. Прокуроры подозревают, что в образовательном центре табла с родителей насильно собирали деньги на туалетную бумагу. Тимбилдинг. Очертания нового регионального Кабмина на неделе проявились отчетливее. Отставки и назначения проанализируем вместе и помашем на прощание рукой министру спорта Владимиру Кирееву. Конец истории не стала Валерия Юрченкова. Республика простилась с человеком, который доказал тысячелетия и умел рассказывать просто о сложном и спокойно о спорном. Начало отопительного сезона заставляет снова поговорить о вяло текущем конфликте между тепловиками и городскими коммунальщиками. Подачу тепла на стыке новой минувшей недель едва не сорвали. По версии, мэрией неготовыми оказались именно тепловики. На стороне Дома управления все было в порядке. По нашей информации, проблема в том, что местный филиал компании Т-Плюс пытается усидеть на двух стульях. То есть обслуживает два региона – Мордовию и Пензенскую область. Именно туда и бросили все силы неделю назад. Пенза крупнее Саранска. Но настоящая причина такого внимания к соседям, думаю, иная. Прошлой зимой там случилась большая коммунальная авария, и город едва не замерз. А для пиара было очень хорошо показать, что уж в этом-то году тепловики занялись пензицами вплотную. Это вряд ли может обрадовать жителей Саранска. Включение тепла растянулось на несколько дней. Ирония в том, что замерзали даже жители поселка Тес-2. А ближе них к теплоэлектроцентрали нет никого. Теплотрасса пустая, мне сказали, сегодня в Дом управления. Там нет в системе, нет воды. И что это значит? Это значит, что на определенный период времени у нас опять не будет тепла. Вот это что значит. Когда будет в системе вода, ее потом нагреют там, наверное, как следует. Может, паяльные лампы потом дадут. Потом дадут. И у нас будет тепло тогда в таком случае. В школе нигде. Нет, у нас вообще на ТЭЦ нет топления нигде. Вообще ни в школе, ни в садике нигде. Мы-то хоть, ладно, взрослые, оденемся. А ребенка он, он сымает все с себя. Пресс-служба мэрии в понедельник распространила информация о том, что в Саранск-Теплотрансе произошло сокращение числа рабочих. И ресурсоснабжающая организация не успевает сделать все оперативно. Кроме того, у Саранск-Теплотранса до сих пор по городу много разрытий. Тепловики традиционно плачутся, что им все должны. Если верить официальному релизу мордовского филиала компании «Энергосбыт плюс», ГУКИ недоплатили ресурсопродажной организации 725 миллионов рублей. Также тепловики заявляют, что расторгли договоры с управляющими компаниями и переходят на прямые расчеты с потребителями. И что уже в октябрьских счетах за тепло будет отдельная квитанция. С точки зрения нормального человека «Энергосбыту плюс» надо будет заключить отдельный договор с каждым собственником жилого помещения. Речь идет о десятках тысяч людей. Мы связались с колл-центром «Энергосбыта», где данную информацию подтвердить не смогли. Авторы жизнерадостного релиза «Теплосбытовой компании» отмечают, что энергетики доказали, что выполняют свою работу надежно и бесперебойно. И мы могли бы в это поверить, если бы не публикации в «Комсомольской правде» относительно все той же «Пензы» и тамошних проблем с отоплением. Заместитель пензенского мэра Юрий Ильин работа тепловиков назвал саботажем. А в Саранске здание мэрии не отапливается. Это распоряжение Петра Тултаева. Он и подчиненные будут мерзнуть до тех пор, пока город не согреется. В прохладной обстановке проходят и все городские мероприятия. Я хочу извиниться перед вами за то, что здесь у нас достаточно проклада, но это вынужденные меры. Мы взяли на себя обязательства, пока во все дома и школы, садики не пустим тепло. Мы будем в таких условиях. Ко мне подходят, уже 30 дней на стоящих запросах. Но нет, сейчас во все дома, вот для информации, тепло пущено, но есть стояки, где завоздушенные, ну это уже текущие дела. Одним словом, работаем. Тепловиков летом ругал и Владимир Волков. Главу Мордовии возмутили сроки и количество отключений горячей воды на Химаше. Самый большой скандал был связан с подключением к коммуникациям Мордовии-арены. В июне часть Химаша в третий раз за год осталась наедине с тазиками и холодной водой. А тепловики после волшебных слов Владимира Волкова закончили работу раньше и обещали впредь вести себя хорошо. Тема тепла и горячей воды очень остра. В конце прошлой зимы из-за аварии на магистральном трубопроводе едва не замерз многострадальный Химаш. А позже появились слухи, что далеко не все объекты тепловиков проходят гидравлические испытания. Вот трубы и рвутся. Зима близко, не расслабляемся. Найден самый дорогой для любящих поесть людей район Мордовия. Это Тенгушевский. Владимир Волков в начале сентября устроил разнос местным и республиканским чиновникам за то, что продукты в Тенгушеве стоят дороже, чем где бы то ни было еще на территории Мордовии. Местный ритейл пользовался тем, что район от Саранска далеко. Мордовские товары там практически отсутствовали. Чтобы разобраться в ситуации, Минэкономики региона организовала специальную комиссию, которая месяц разбиралась в причинах удорожания продуктовой корзины и боролась с последствиями. Наш спецкор Людмила Кусерова поехала в эпицентр торгового скандала и поняла, что там все друг другом недовольны. Что происходит с сельским бизнесом, узнаем прямо сейчас. Вы очень добрый человек. Хорошо. Все, очень добрый человек. Это, на первый взгляд, безобидная встреча жителей Тенгушевского района с Владимиром Волковым. В начале сентября стала роковой для сельских предпринимателей. Пенсионерка из райцентра Анна Синякова рассказала руководителю региона, как покупателям тяжело жить по законам местного продуктового рынка, потому что задирают цены, а выбора, в общем-то, нет. Вообще, кошмар, в Тенгушеве не действует закона ничего. Даже, может быть, закон земного протяжения тоже у вас не действует. Владимир Волков говорил о том, что местные предприниматели торгуют продуктами, привезенными из других регионов, а местные производители здесь представлены мало. Оттого и цены могут быть завышены, а страдают потребители. В чем причина, стала разбираться специальная комиссия. А пенсионерка Анна Синякова жаловалась не просто на цены в районе, а на конкретного предпринимателя Олег Плотников. По мнению женщины, нечестный человек. Первый раз я его видел в Москве, этого Плотникова. Он, это, ну, это год 11 назад, вот, и он там собирал продукты, ну, скишенные. И сужа привозил, и тут торговал. Олег Плотников – крупный по местным меркам предприниматель. В Тенгушеве руководит перерабатывающим производством. Возделывает поля, продает свою продукцию в своих магазинах. Когда узнал, что на его торговую точку поступила жалоба, мало сказать, что удивился. Я, конечно, был в шоке от этого. И спустя, скажем, час, после окончания этой встречи, я пришел в магазин, посмотрел свои цены, товары мордовские присутствуют или не присутствуют. Цены реально у нас, я считаю, что не завышены. Я ездил смотреть по Саранску, как было сказано, что дороже, чем в Саранске. В магните сеть проезжал. У меня есть видеодокументы, есть чеки. Покупал в Путербурге, которые цены на порядок дороже, чем у нас. Ну, почему-то получилось так, что у нас дороже. Свои товары Олег Плотников закупает у разных производителей. На ценку ставит стандартную не больше 25%. На социально значимые товары 10%. Говорит, если будет меньше, малому бизнесу здесь просто не выжить. Если больше, никто не купит. Население небольшое по сравнению с другими районами. И финансовое состояние людей на самом деле тоже хотелось бы желать лучшего. И, скажем так, человек, прежде чем зайти в наш магазин, он сначала обойдет здесь, как бабульки, обходит несколько магазинов, смотрит, где на 50 копеек дешевле и там покупают. То есть здесь, ну, просто, я не знаю, почему так было принято. Тенгушевский район – территория особая. С одной стороны, Мордовская глубинка, куда не каждый поедет торговать. С другой – удобный рынок сбыта для соседних с Мордовией регионов. Вот, кстати, гости из Сарова. Приехали на ярмарку выходного дня. Привезли овощи и фрукты. Мы здесь дешевле торгуем. Мы здесь торгуем дешевле. Мы торгуем, ничего нет у нас. Мы берем здесь объемом, побольше продаем, подешевле, старая. В соседней палатке тенгушевские предприниматели тут же ставят вопрос ребром. Им тяжело конкурировать с крупными иногородними предпринимателями, даже имея ассортимент из продуктов мордовского производства. Масло мордовское, они с Пензой везут дешевле. Почему так вот? Также от Ашивской колбасу нам везут в фествале, нам везут 850 рублей, а Пенза торгует уже 850. Почему я поставлю? Я ставлю 900 рублей и 50 рублей. Что для меня стоит это 50 рублей? Нет ничего. Вот и мордовский товар. Когда стоили они у нас копейки, мы брали больше. А сейчас мы стоим с этим маслом. Масло у нас и чалковское, и ковылкинское, и царские сыры. У нас ничего не идет. В результате наше масло стоит, продажи нет, мы платим налоги. А Пензу увозят все деньги наши в Пензу. Наше же масло, вы понимаете, это смешно. Наше масло 250, отпускная цена, вы понимаете. Я должна ее наценить, чтобы что-то продать. А у них уже продажница на 250. Значит, они дешевле намного берут в Пензе. Наша масло. Вот это разобраться надо, конечно. В Министерстве торговли и предпринимательства Мордовии это объясняют правилами бизнеса. Чем больше продаваемой партии товара, тем больше на нее может быть скидка. Вмешиваться в дела производители надзорные органы права не имеют. В то же время здесь понимают, что нужно создавать условия для крупных производителей и для мелких предпринимателей. Эту задачу можно решать в комплексе. То есть не просто везти ИП Петрову, условно 100 килограмм гречки и 50 килограмм риса. А сделать сбор заявок по всем торговым точкам. Значит, произвести соответствующую доставку. Причем дорога сейчас там уже отличная. То есть вопрос решать именно надо таким образом. Организацией взаимодействия, уточненным мониторингом и прямыми поставками. Чем меньше посредников, тем доступнее цена, тем проще работать бизнесом. Мониторинг цен в тенгушевских магазинах Минторговли Мордовии проводила по указу главы. Существенных нарушений не нашли, но договорились с федеральными сетями, чтобы те не взвинчивали стоимость продуктов. Задачу власти отмечают здесь не заставить предпринимателей торговать в районах, а создать благоприятные условия для многоформатной торговли. Тогда и потребителю станет жить легче. Вот, например, сейчас после проведенной работы несколько крупных местных производителей уже изъявили желание прийти в Тенгушево. Республика Мордовия всегда и в последнее время отличается не только широким ассортиментом выпускаемой местной продукции, но еще и качеством. Буквально, вот, если даже, по-моему, это было и в ваших репортажах, «Золотая осень», где председатель правительства Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич Миведев, отметил, высоко отметил качество выпускаемой нашей продукции. Вот, да, эти особенности есть. И у людей зачастую, значит, появляется такая возможность сравнивать. Ну, и часто бывает так. Вот там я увидел дешевле, и кажется, что у нас все дороже и так далее. Но, опять же, арбитром в этой части является официальный орган статистики. В администрации Тенгушевского района объясняют предприниматели, здесь на вес золота. Поэтому тем, кто хочет торговать, помогают и помещение найти, и быт наладить. И все равно решить проблему своими силами не получается. И опять тут удаленность, доставка, лишние, допустим, километры – это все опять повышает цену товара, который они сюда привезут. То есть тот товар, который они произвели и продали на месте, конечно, им выгоднее это сделать, чем, допустим, его повезти к нам. Ну, и жители у нас 10 тысяч в Тенгушеве, в самом 4,5 тысячи населения. Это покупательская, конечно, способность не очень высокая, поэтому, наверное, это накладывает свой определенный подпечаток. Тем, что именно его магазин стал началом большой государственной работы, Олег Платонов не гордится. Он считает, что все случилось из-за личного конфликта. Незадолго до встречи с руководством региона Анни Синяковой не позволили украсть прилавка сахар. Ее жалоба, говорит, была обычной местью. Тем не менее, это позволило вскрыть большую проблему сельских предпринимателей. Активная пенсионерка Анна Синякова теперь жалуется уже на коммунальные проблемы. А у меня нету ни газу, ничего нету. Идем скраффировать дома. Идем, идем. Людмила Кусерова, Владимир Ильин. Программа «В центре внимания». Антибиотик, который Путина видел. В Саранске начали промышленное производство нового лекарства. Ванкомицина. Это прямое импортозамещение. Раньше лекарства приходилось покупать за границей в Индии и Китае. Казалось бы, причем здесь Путин? Дело в том, что о мордовской фармакологии ему в августе рассказал Владимир Волков. Вот эти кадры. Президенту глава региона привез шкатулку с образцом антибиотика. Первые капли своей субстанции – это не только символ победы отечественной фармацевтической промышленности над импортом. Это еще и возможность начать работу над задачей глобального масштаба – создание антибиотиков пятого поколения. Сотрудничество с научными центрами Мордовского госуниверситета уже заявлено в числе приоритетных. Кроме того, промышленная группа заявила об увеличении количества своих стипендиатов в МГУ. Мы уже осмотрели те помещения, где будет размещаться наша базовая кафедра, базовая кафедра университета. Фактически в этом корпусе, по соседству, на первом этаже она будет иметь отдельный вход. Сегодня мы формируем команду преподавателей. Конечно, нам придется в какой-то мере объединить усилия, усилия факультета биологии и биотехнологии, института физики и химии, медицинского института. Если все планы сбудутся, Мордовию ждет слава фармацевтического региона России. Местный бюджет получит больше налогов. Да и в принципе, новое импортозамещающее предприятие на территории республики – это хорошо. Биохимик – завод с историей. И долгие годы эта история омрачалась пениселиновыми выбросами. Те, кто родился до 2000 года, отлично помнят характерный запах, когда ветер дул с нужной стороны. Город задыхался. Но все это осталось в прошлом. А будущее предприятие вроде бы перестало быть туманным. Скандал ко дню учителя от Октябрьской прокуратуры. В самой новой и самой большой школе региона, оказывается, занимаются поборами с родителей. Просят денег на туалетную бумагу. Но какой сюрприз? В ходе проведения проверки данный факт был подтвержден. Проверкой было установлено, что в течение сентября 2017 года с родителей нескольких классов были собраны денежные средства в размере 42 тысячи рублей, которые были израсходованы администрацией школы на изготовление табличек, на закупку жидкого мыла, туалетной бумаги. Речь идет об образовательном центре табла. Месяц назад его открыли в районе Мордовия-Арена. И на первый взгляд история простая. Нехорошие учителя вымогают с родителей деньги на туалетную бумагу. Но не все так просто. По нашим данным, деньги сдавали все же добровольно. И не было никаких претензий к тем, кто не занес. Съемочной группе 10 канала удалось поговорить с завучем этой школы. Она, понятное дело, все отрицает. У нас нет такого, это неправда. Это я вам могу единственное сказать. У нас просто сейчас шок. То есть собрание было, но таких слов... Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Вообще, я думаю, наверное, туалетную бумагу, там, то, что было перечислено, это все закупается, наверное, за счет средств Минобразования, так ведь. Выделяется ли на школу, наверное, это все? Все вопросы к Светлане Викторовне. Максимальные наказания, которые грозит школьной администрации, примерно 500 рублей штрафа. Сама ситуация со школьными поборами остается горячей долгие годы. И во всем этом никто, по большому счету, не виноват. Обеспечивать школы всем необходимым должны власти. И если денег из бюджета не хватает, где их взять на низовом уровне? Продолжается формирование регионального кабинета министров. На неделе очертания новой схемы исполнительной власти стали более отчетливыми. Без сюрпризов Анатолий Чушкин сохранил за собой пост руководителя Суперминистерства. Напомню, к заботам о национальной политике, культуре и туризме прибавились архивы. Наталья Помилова продолжает возглавлять Госкомитет по делам молодежи. Евгений Маркачев больше не будет руководить Министерством образования. Кастинг кандидатов на этот пост в самом разгаре. Павел Степаненко продолжает следить за судьбой министров и их портфелей. Эта неделя началась с новости о том, что Владимир Волков подписал указ о назначении некоторых министров. Так продолжилось формирование команды главы Мордовии, начатое еще в сентябре утверждением премьер-министра и его заместителей. Тогда же впервые официально объявили, исполнительных органов государственной власти в республике станет меньше, а следовательно и число их руководителей уменьшится. В этом году в послании я поставил перед правительством задачу провести 10% сокращение органов власти. В результате проведенной реорганизации эта задача будет выполнена. Нам это не просто далось, но значит она будет выполнена. Всего планируется сократить 80 единиц должностей, в том числе 6 госдолжностей и 5 должностей руководителей органов исполнительной власти, не являющейся членами правительства. Подавляющее большинство заместителей премьера свои должности совмещают с министерскими портфелями. Итак, первые вице-премьеры Владимир Сидоров и Владимир Мазов руководят соответственным Минсельхозпродом и Министерством экономики, торговли и предпринимательства. Помимо этого, заместители председателя правительства руководят Министерством целевых программ, Министерством промышленности, науки и новых технологий, Министерством финансов, Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства, а также ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения. Новые назначения, о которых стало известно в понедельник, охватили еще несколько министерских должностей. Руководить здравоохранением республики продолжает Михаил Морозов. Вопросами информатизации и связи, как и прежде, занимается Олег Соколов. А министром печати и информации вновь назначен Виталий Калукин. Анатолий Чушкин в прошлом году уже прибавил к кругу своих обязанностей, связанных с реализацией национальной политики, заботой о состоянии культурной сферы Мордовии. Теперь он принимает под свой контроль еще и хранение важнейших документов. Его должность звучит министр культуры, национальной политики и архивного дела. Опыт какой-то, все-таки не какой-то опыт появился, как одно с другим соединяется. Я хочу сказать, что если мы говорим сегодня об архивном деле, это тоже один из исторических институтов, органов власти, который сохраняет культуру, традиции и историю. Я думаю, ничего нового не происходит, просто, наверное, один из пластов, достаточно очень серьезных, он должен быть качественно интегрирован. Я думаю, мы постараемся сделать все, чтобы эта структура не просто пришла, она сохранила и приумножила свои возможности в общем министерстве культуры, национальной политики, туризма и архивного дела. Встретили санаторий Мчушкиным мы на второй день после официального назначения. Не просто где-нибудь в кабинете, а во время расширенной коллегии, его теперь уже расширенного министерства. Здесь как раз и были озвучены главные задачи на ближайшее время. Сегодня наша культура, она должна и не просто изымать средства из бюджета, она должна и зарабатывать деньги, и приносить эти деньги в бюджет. Я думаю, что это правило, которое должно быть для всех единым. Мы сегодня все в одном ключе, и часто, и очень часто брать у государства большие средства, так сказать, и это, наверное, время потихонечку должно уходить. Ведь мы должны зарабатывать, и зарабатывать очень, в общем-то, качественно, чтобы те спектакли, те постановки, те концертные проекты, которые сегодня должны быть, они должны быть на самом-самом высоком уровне. Заказывать себе новую табличку на дверь придется Игорю Князькову. Это связано с передачей в Минсоцполитики функции Комитета по труду и занятости. Госкомитеты, сохранившие самостоятельность, сохранили и своих руководителей. Имущественными и земельными отношениями ведает Алексей Фонов. Делами молодежи Наталья Помилова. С ней мы тоже договорились встретиться в естественной среде. Как раз в эти дни подводили итоги своей работы студенческие отряды. Если два слова, работать, работать и еще раз работать. Потому что поле для работы большое, молодежь активная, позитивная, формы для развития, самореализации очень много. Поэтому большое спасибо за поддержку. Без участия самой молодежи в этой активной деятельности, конечно же, не было бы, ну так скажем, и назначения. Большое спасибо за доверие. Но я еще раз говорю, работать, работать и работать. Молодежь по всем направлениям, начиная с занятости, заканчивая процессами демографии. Ее комитет никому не присоединяли, новыми функциями не наделяли. Однако к изменениям в нем все же готовятся. У нас комитет сохранился. Конечно, я планирую сделать реорганизацию внутри. То есть поменять структуру, сделать более актуально и значимые, например, отделы, которые требуют сегодня общества. Но опять-таки, приоритет за реструктуризацию остается за главой республики Мордовии. Мы свои предложения внесли, глава республики принят решение. И так во всех органах государственной власти. Даже если реорганизация кого-то не затронула, перестроить работу все-таки придется. Во всех министерствах и ведомствах, естественно, будут проведены мероприятия по порядочной структуре, задачи, функции. Это только первый этап. Первый этап внутри министерства нам нужно очень много сделать. Вот в ближайшее время, буквально, значит, в течение месяца. Необходимо сменить обязанности от рестливых министерств таким образом, чтобы каждый из них точно зал в состоянии и перспективу развития ситуации в зоне своей ответственности. Безусловно, будет повышена персональная ответственность руководителей и должностных лиц на решение поставленных задач. Изменения не затронули 13 министерств и ведомств. Однако глава республики подчеркивает, это пока. Это не значит, что структура, она вот застывшая. Она будет изменяться и в результате того, какие новые задачи будут стоять перед нами, соответствующая задача будет изменяться структура. До конца недели так и не появилась информация о назначении руководителей пяти исполнительных органов государственной власти Мордовии. Два из них, республиканская служба по тарифам и министерство юстиции, вновь образованы. Прежних первых лиц в этих структурах не может быть по определению. Так что подбор кандидатов вполне вероятно займет некоторое время. Также нового человека придется искать и на место министра образования. Прежний Евгений Маркачев по собственному желанию возвращается туда, откуда пришел, в Кемлянский аграрный колледж, которым и руководил до 2015 года. Остаются два министерства лесного охотничьего хозяйства и природопользования, а также спорта и физической культуры. Исполняющий обязанности руководителя последнего Владимир Киреев на околоспортивных мероприятиях появляется, однако особой активности не проявляет. Впрочем, ничего нового в этом нет. Как знать, может именно поэтому он и не избавился до сих пор от такой ненадежной приставки ИО. Но, как сообщает в правительстве республики, некоторые кандидатуры должен согласовать федеральный центр. Так что нельзя исключать, что дело встало именно на этом. Павел Степаненко, Александр Зюзяев, Валерий Балаев, Александр Данилов. Программа «В центре внимания». В честь Верк Мордовия простилась с Валерием Юрченковым. Самый известный историк региона скончался на 58-м году жизни. Последние 16 лет он возглавлял Институт гуманитарных наук при правительстве Мордовии. И превратил провинциальный вуз в лучший научный центр страны и, возможно, мира. У Валерия Юрченкова сложилась репутация ученого, который может рассказать об абсолютно любом историческом событии, дать оценку, рассказать просто и очень интересно. Потому мы, журналисты, всегда, чтобы получить комментарий о каком-либо событии, в первую очередь звонили Валерию Анатольевичу. И он никогда не отказывал. Он любил историю, которой не просто занимался, он жил ею. И хотел, чтобы эту историю полюбил каждый, кто слушал его и слышал. Последние два года мы сотрудничали особенно тесно. На нашем канале снимался проект «Однажды в Мордовии». И вновь автор Валерий Юрченков рассказывал об известных страницах «Новые факты». Рассказывал так, будто был сам свидетелем событий давно минувших лет. Он ушел из жизни раньше срока. Такого поворота судьбы никто не ожидал. Теперь остались незаконченными проекты, которые были начаты вместе с Валерием Анатольевичем. И которые в память о нем нужно завершить. А сегодня мы хотим еще раз напомнить, какой он Валерий Анатольевич Юрченков. Ученый, наш коллега и человек с большой буквы, которого ценит и любит всегда в настоящем времени. Он всегда не спешен, даже кажется медлителен, но столько успевает. Часто на очередном интервью Валерий Юрченков показывает толстую стопку листов. Это новый том большого издания института или чья-то монография, что надо успеть прочитать, сделать рецензию, внести замечания. А еще работа в архиве, конференции, консультации, командировке. Он посвятил жизнь изучению истории Мордовии. Делал все для укрепления позиций региона на российском и международном уровне. Свои работы, статьи, исследования, книги, стихи и рассказы пишет ночью. Так говорил нам. Если говорить об истории, вопрос ставит о роли финно-угорских народов в истории России. Ну вот если посмотреть последнюю статью Путина, там как раз вот об этом, в принципе, говорится. Мы об этом уже говорили и год, и два года назад. Значит, это уже назревает. Ему прочили будущее большого ученого, еще когда он был студентом. Так и случилось. Валерий Юрченков написал около 800 статей и много книг. Мордовский народ, вехи истории, мифология и реальность, хронограф, заметки о Саранске, страницы о прошлом. Серафим Саровский писал сам и вдохновлял других делать это. И был готов не только рецензировать, но заниматься реконструкцией прошлого. Не раз ездил на Бородинскую битву и даже наряжаться для иллюстраций, как это было с книгой Дмитрия Фролова «Первый век в саранской истории». Валерий Юрченков был человеком разных периодов истории. И это было увлекательно. Перед вами в этой роли выступают совершенно непростые люди. Это у нас профессор Валерий Анатольевич Юрченков, доктор исторических наук. Валерий Анатольевич был научным путешественником, я бы так назвала, в кавычках, но именно так. Почему? Потому что он именно искал и находил новые карты, новые схемы, новые таблицы, новые ряды личностей, которые имели отношение. Во всем, от начала до конца, фундаментальность, честность, порядочность по отношению к исторической науке. А это очень важно. Он один из немногих, кому было дано открывать новые страницы истории Мордовии и России, скажет Наталья Воронина. Мы добавим, он не только изучал архивы, листая документы. За ними он видел картину жизни в цвете, движении, лицах и образах. И потому съемки документальных фильмов заняли важное место в его работе. В своем институте гуманитарных наук с коллегами создал целую фильмографию, где рассказали и о мордовских играх, и битвах в Средневековье, и о рождении республики Мордовия, и еще о многом другом. А потом уже вместе с нами, с «Десятым каналом», снимали «Однажды в Мордовии». И вновь Валерий Юрченков рассказывал новые факты о, казалось бы, хрестоматийных событиях. Первая мировая война. Ее участники, уроженцы Мордовия. Эта тема последние годы также во многом интересовала ученого. И потому, насколько она неразрывно связана с республикой. И как наследника своего деда, офицера саранского гарнизона Ивана Алексеевича, участника той войны. И как руководителя регионального отделения Всероссийского военно-исторического общества. Его он тоже возродил в Мордовии. Именно благодаря Валерию Юрченкову в Саранске открыли памятник героям Первой мировой войны. Когда мы были на войне, то каждый думал о своей любимой или о жене. И я, конечно, думать мог. И я, конечно, думать мог. Когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Его можно слушать бесконечно. Когда выбирали место для съемок, на съемках, где, помимо сценариев, он открывал еще море уникальной информации. Когда монтировали программу. И всегда у него было много новых предложений. Это последняя поездка. 9 августа. Дубенский район. Село Чеберчино. Которое в 17 веке Петр Первый пожаловал за верную службу Александру Румянцеву. Это место можно сделать уникальным туристическим направлением, говорит Валерий Юрченков. Не менее знаменитым и интересным, чем Темниковский район, связанный с Федором Ушаковым. И есть для этого большой потенциал, начиная с истории. В 1798 году сын фельдмаршала, граф Николай Петрович Румянцев, в память о своем отце, деде, построил этот храм. К празднованию тысячелетия единения мордовского народа с народами российского государства республика во многом обязана Валерию Юрченкову. Именно он нашел доказательства этой значимой даты. И опроверг скептические насмешки о 500-летнем прыжке в истории. Опроверг, найдя веские документальные свидетельства, археологические знаки. А потом их представили всей стране. Президент подписал указ о праздновании тысячелетия. Мордовия благодаря этому не только обновила свой облик, но многое было сделано для сохранения межнационального согласия. Сохранение родных языков и культуры мордовского народа. Налаживание экономических и культурных связей республики с регионами России. Мне пришлось побывать вместе с Валерой Туновичем в Самаре. Там вот в 2011 году прошли Дни Мордовии в Самарской области. Прошел круглый стол. Круглый стол – место мордовского народа в истории российского государства. И вот убедился еще раз, насколько интересно Валерий Анатольевич показывал историю, показывал исторические события в жизни российского государства. И сколько вопросов он получил тогда. Александр Лузгин вспоминает, что на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века работы Юрченкова явились свежим глотком в понимании исторических событий. И в научных исследованиях чувствовалась любовь к своему краю и родине. И все это позволило ему создать крупные работы, которые сегодня хорошо известны в России. А Валерию Юрченкову, кажется, известны все тайны прославленных в истории людей Мордовии. Вся правда о событиях, имевших место в республике и в стране. И он открывал эти знания общественности. Под его руководством ученые Института гуманитарных наук раскрывали целые направления. В том числе, военные мемуары или новый взгляд на Великую Отечественную войну. Его проектом разработаны такие крупные направления, как власти общества. А это причем власти общества в рамках республики Мордовия исследовано, начиная с 1917 года. И очень крупные направления. Это Мордовия период реформ. Мы издали два тома. Третий том уже подготовлен был. Он его прочитал. И мы готовим пятитомник. Так что наша цель сейчас продолжить его дело. Только вышла большая монография, солидная, по одному из проектов РФФИ, целевой конкурс, где как раз Валерий Анатольевич был руководителем. И вот буквально недавно была публикована монография. Как раз вот подведен итог трехлетнему выполнению проекта. Это вот последняя наша с ним такая работа, очень активная, плодотворная. Мы работали с ним по многим научным проектам. В этом году очень успешно завершен грандиозный проект, посвященный участию в крестьянстве и казачеству России в революции и гражданской войне. Вышло два огромных тома. Это был ученый мирового уровня. Виктор Кондрашкин не только коллега Валерия Юрченкова, но и давний хороший друг. И потому рассказывает, что его товарищ был счастлив в работе, в науке, что жил настолько насыщенной жизнью, которая и позволила сделать так много за недолгий срок. И, пожалуй, самая значимая страница в жизни Юрченкова – это институт, который он возглавлял последние 16 лет. За эти годы институт не только получил новое название и стал НИИ гуманитарных наук при правительстве Мордовии, но, по сути, возродился. О нем заговорили. В ученом мире он получил статус лучшего научного центра России. Я считаю, что память о нем останется. И лучшей памятью о нем будет, конечно, продолжение его дела. То есть дальнейшее изучение региональной истории в рамках научно-исследовательского института, которого он возглавлял. Он был замечательным наставником, который учил личным примером. Его интересовало все, что волновало учеников. Он занимался их руководством и вникал в проблемы, изучал вопрос настолько глубоко, чтобы найти правильный путь развития вместе. У него было очень легко учиться, потому что он давал очень тонкую грань, направляющую грань, которая помогала каждому его ученику найти невероятно свой, точный и правильный путь в науке. И не только в науке, и в жизни тоже. Я очень благодарна судьбе, что она послала такого удивительного человека, который давал возможность советоваться с ним по самым острым и самым непростым жизненным вопросам. У него был потрясающий талант, популяризация исторической науки. Вот говорят, что диссертация или монография имеет двух оппонентов и ни одного читателя. А вот книги Валерия Анатольевича, они очень интересные. Люди очень любили читать, я с большим удовольствием читал. А вот фильмы, которые были сделаны им о истории нашего Мордовского края, 13 фильмов было, это вообще огромный вклад в формирование культурного пространства нашего региона. Проститься с Валерием Юрченковым приехали его соратники, ученики, коллеги со всей России. И говоря о высоком потенциале ученого, о его неутомимой работоспособности, многогранности талантов, писательском даре и даре наставничества, подмечали его удивительные человеческие качества. Он многим становился надежным, мудрым другом в работе и в жизни. Соболезнования в связи со смертью ученого выразил глава Мордовии Владимир Волков. Соболезнования поступили и от Николая Меркушкина с Валерием Юрченковым. Их связывала долгая совместная работа и теплые дружеские отношения. Это большая потеря для республики, для всей исторической науки страны, отмечает Николай Меркушкин. Тяжело найти слова, чтобы выразить боль утраты от ухода из жизни Валерия Юрченкова. Но можно очень и очень много говорить о его личностных качествах, о человеке, который один такой, незаменимый и важный в жизни большого количества людей. Это не все, о чем мы хотели рассказать, но все, что успели. В Центре внимания на следующей неделе будут новые темы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин